Российские военные собрали группировку из 50 тысяч солдат, включая естественно северокорейское подкрепление, и готовятся начать наступление с целью вернуть захваченную Украиной территорию в Курской области Российской Федерации. Об этом New York Times пишет. Все детали происходящего на Курщине далее в нашем сюжете, а после обсудим. Россия усиливает давление на Курском направлении. По данным New York Times, 50 тысяч российских и северокорейских солдат пойдут в масштабное контрнаступление в Курской области уже в ближайшие дни. Северокорейские войска тренируются с российскими подразделениями и готовятся к активным действиям на фронте. При этом часть солдат КНДР уже участвуют в боях на Курщине. Военный журналист и бывший спикер генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев предполагает, что в таких условиях украинская армия перейдет в маневренную оборону, потому что на территории Курской области нет долговременных инженерно-фортификационных сооружений. В настоящее время Сила обороны проводит маневренную оборону, ключевую миссию, которая является максимальной уничтожением вражеских военных ресурсов. В принципе, этим занимаются украинские воины, причем действуют там наиболее элитарные силы, средства украинской силы обороны. И, собственно говоря, такая деятельность, она дает серьезные результаты. По словам Владислава Селезнева, на Курском направлении противник несет огромные потери в живой силе и технике. Однако ситуация весьма динамична, и в последние пять суток российская армия пытается контрнаступать, хоть и неуспешно. Часто российские штурмовые и передовые подразделения попадают в окружение, занимают круговую оборону и ожидают подхода основных сил. В это время украинские силы обороны введут, в свою очередь, контрнаступать, и играть с целью ликвидации этих самых ползалов. Борьба идет за ключевые автомобильные магистрали, за происходящие высоты, за населенные пункты. При этом россияне пытаются усилить темпы контрнаступления, чтобы захватить позиции украинских военных до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Ведь если Россия выйдет на переговорный трек с Вашингтоном, в интересах Кремля освободить территорию РФ от присутствия украинских сил. Кутинская Россия пытается закрепить за собой право владения теми территориями, которые находятся под оккупацией российской армии. На этом фоне на нахождение украинской силы обороны на территории Российской Федерации в Курской области выглядит несколько деструктивно в плане ожиданий и расчетов российского высшего эзотерапевтического руководства. Пытаясь освободить как можно большую часть территории, россияне не жалеют даже своих мирных граждан. Как отмечает Владислав Селезнев, противник использует авиацию с целью нанесения ударов управляемыми авиабомбами по российским населенным пунктам. Еще один раз мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Противник, стремясь нанести чем больше урон украинским силам обороны, готов убивать своих мирных жителей. Жители Курской области, ведь ему абсолютно все равно на так называемые сопутствующие потери. Сколько жителей, мирных жителей, солдей, у него пригорода погибли в таких ковровых авиационных бомбардировках, потом его окружение все равно все равно. Они стремятся достичь желаемого результата. По словам Владислава Селезнева, сейчас говорить о перспективах удержания плацдарма на территории Курской области сложно. Ситуация зависит от поставок военной помощи, а также количества ресурсов врагам. Если нашим антивистам будет в своевременно и достаточном количестве поставляться боеприпасы, то, соответственно, противникам будет огромные потери. Ну, а мы, соответственно, сможем достаточно долгое время удержать определенные рубежи и позиции, даже маневрированные территории Курской области. И если ресурсов украинского силы обороны будет недостаточно, то, скорее всего, мы будем увидеть процесс уменьшения плацдарма украинской армии, задействованных на территории Курской области. В любом случае, свою главную миссию Курская операция уже выполнила. Ведь Россия бросает огромные ресурсы на это направление, тем самым ослабляя свои позиции на других участках фронта. Как подчеркивает Владислав Селезнев, сейчас главная задача ВСУ продолжать системно уничтожать вражеский военный потенциал, с чем украинские войска прекрасно справляются. Войнополитический аналитик Дмитрий Снегирев присоединяется к нашему эфиру. Дмитрий Васильевич, приветствую. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Спасибо за то, что согласились присоединиться. Дмитрий Васильевич, как считаете, какая программа максимум сейчас у российских войск на Курщине? Попытаться вытеснить вооруженные силы Украины с занятой позицией. Следует отметить, что на данный момент по разным источникам силы обороны Украины контролируют от 600 до 700 квадратных километров территории Российской Федерации. Причем примечательно, что в плане Трампа по поводу так называемой демаркационной линии протяженностью 1300 километров присутствует как раз Курская область. На это не обратили внимания. Речь идет о том, что линия фронта это порядка 900 километров, 300 километров это линия госграницы от Харьковской до Сумской области и соответственно 100 километров это именно территории контролируемые вооруженными силами Украины в Курской области. И согласитесь, если подобная оценка событий звучит из уст новообранного президента Соединенных, Штатов, то соответственно настроение у российского диктатора как минимум испорчено. Поэтому он прекрасно понимает, что до 20 января 2025 года у него цейтнот времени и он постарается максимально использовать данный промежуток времени для решения стратегического уровня. Еще раз подчеркиваю, стратегического, это не тактический, не оперативный уровень, а именно стратегического уровня задачи по вытеснению вооруженных сил Украины с занятых территорий на как раз Курщине. Удержание Курского плацдарма это ключевой козырь украинской стороны на международных переговорах. То есть фактическое присутствие де юре де факто подразделений сил обороны Украины на территории Курской области ставят точку в русских хотелках по поводу диктата собственных условий окончания войны. Поэтому не случайно такой ожесточенный характер боестолкновений в Курской области. Причем отмечу за последние сутки действия успеха вооруженных сил Украины. Отбито пять атак российских войск в районе Новой Ивановки. Причем следует отметить, что оккупанты резко поменяли тактику боевых действий. Это массовое применение бронетехники. Во время атак было задействовано порядка 30 единиц российской бронетехники. Причем примечательно, что за оценками самой российской стороны уничтожено порядка 18 единиц техники. Причем потери среди личного состава составляют порядка 300 человек. Это серьезнейшие потери. Особенно если учесть, что и предыдущий неудачный штурм российских оккупантов, а речь идет о боестолкновениях 810 бригады морской пехоты, показал полную несостоятельность даже элитных подразделений российских войск в моменте прорыва обороны вооруженных сил Украины. Там потери бронетехники, только бронетехники. Это порядка 14 единиц. То есть можем сказать, что за двое суток силы обороны Украины успешно утилизировали больше 30 единиц вражеской бронетехники. Согласитесь, это серьезнейший успех украинской стороны. Ну и по Курской области оккупанты отмечают тяжелейший характер боев в районе Калаева-Дарьина. Кроме этого, оккупанты отмечают серию атак сил обороны Украины в районе Дарьина и тяжелейшие бои в районе Ольговского леса. Следовательно, ни о каком успешном характере российского контрнаступления в Курщине уже речь не идет. Причем оккупанты сами вынуждены отметить, что силы обороны успешно использовать те инженерно-фортификационные сооружения российских войск, которые силам обороны удалось захватить в результате блестящего продвижения в глубь Курской области. А речь идет о двух линиях эшелонированной обороны российских войск, на строительство которой было потрачено из российского бюджета порядка 200 миллионов долларов. Вот именно наличие данных подготовленных инженерно-фортификационных сооружений фактически сводит на нет все усилия российской стороны в моменте выдавливания подразделений сил обороны Украины из Курской области. Дмитрий Васильевич, а как же северокорейцы? Северокорейцы на данный момент не принимают активного участия в боевых действиях в Курской области. Они используются Российской Федерации в качестве информационного повода. То есть информационно-политического давления как на руководство Украины, так и соответственно европейских партнеров и Соединенных Штатов. Российская Федерация таким образом хотела показать масштабирование характера боевых действий как на территории Курской области, так и соответственно в Украине за счет привлечения военнослужащих третьих стран. Речь идет о военнослужащих КНДР. И что получилось в итоге? А в итоге на момент подтверждения официальной информации со стороны Пентагона Соединенные Штаты провели блестящее испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которая преодолела расстояние порядка 6200 километров. Это не российский сармат, который взорвался непосредственно в пусковой шахте. То есть американцы дали четко понять. Будет дальнейшая эскалация с использованием соответственно. Военнослужащих КНДР будет жесткая реакция. И давайте вспомним даже слова нынешнего президента Соединенных Штатов Америки, который четко заявил, если военнослужащие КНДР пересекут российско-украинскую границу, то тогда соответственно уже риторика и американской стороны и действия украинских военнослужащих в моменте уничтожения личного состава военнослужащих КНДР будет совершенно другой. То есть дали четко понять. Да, межгосударственные договора между Российской Федерацией и КНДР существует юра де-факто. Вы можете задействовать вооруженные силы другой страны на собственной территории, подчеркиваю. Но давайте опять-таки объясним в первую очередь россиянам, почему не используют военнослужащих КНДР. Кстати, это достаточно серьезно подготовленные военнослужащие. Я бы не стал, скажем так, уменьшать возможности боевого потенциала военнослужащих КНДР. Но речь идет о том, что нет боевого слаживания, нет, соответственно, понимания театра боевых действий и, главное, даже элементарного понимания межличностного общения, то есть так называемых горизонтальных связей между российскими подразделениями, российскими офицерами и военнослужащими КНДР. Вот это все фактически сводит на нет информационные усилия Российской Федерации в моменте использования военнослужащих КНДР. Дмитрий Васильевич, как считаете, украинские войска, они сейчас для украинских войск основная задача это удерживание территории или продвижение тоже имеется? Продвижение. Давайте говорить о том, что плацдарм расширяется. Есть продвижение и расширение плацдарма на запад отсутствие. Это первый момент. А второй момент, давайте посмотрим на последние события в Брянской области, когда беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны поразили склады СБК, снизив возможности российской оккупационной армии в моменте использования данных складов для нужд как российской группировки в Курской области, так и, соответственно, тех подразделений, которые задействованы на территории Украины, я извиняюсь. Плюс сегодня уничтожили беспилотники ГУР, нефтебазу Белгородской области. О чем это свидетельствует? О том, что силы обороны Украины дают четко понять, что возможно расширение зоны присутствия вооруженных сил Украины и за счет других субъектов Российской Федерации. В первую очередь это Брянская и, соответственно, Белгородские области. То есть на данный момент фактически силы обороны Украины уничтожают тыловую инфраструктуру оккупационных войск в двух данных областях. Причем промониторив российские паблики, так называемых российских военкуров, я обратил внимание на плач Ярославны, а именно крики и стоны российских военкуров по поводу того, что украинская сторона готовит вторжение на территорию Российской Федерации и как раз либо в Брянске, либо в Белгородских областях. Интересную информацию вычитал. Вчера действительно был черный день для российских оккупантов, которые пытались штурмовать в 5-6 накатов, пытались залетать на технике с десантом, штурмовать населенные пункты. Однако 10 единиц бронетехники были уничтожены воинами 47-й МБР. Три БТРа подорвались на мине, другую технику уничтожили с помощью ФПВ-дронов, также ПТРК «Стугна». В общей сложности украинскими силами обороны было уничтожено порядка батальона российских вояк. Среди прочего, для уничтожения российских войск используется западная техника. Как она себя продемонстрировала? Великолепно продемонстрировала. Речь идет, соответственно, о средствах поражения и ПТРК. Поэтому можем говорить о том, что, соответственно, украинская сторона использует по максимуму тот военно-технический потенциал, который предоставляется нашими союзниками. Причем я хотел бы обратить внимание и на тот факт, что, соответственно, американская сторона дала разрешение на использование систем реактивного залпового огня. А речь идет о Хаймарсе. Дальность поражения порядка 75-80 километров. А это позволяет, соответственно, силам обороны Украины держать под огневым контролем тыловые как раз базы накопления российской армии непосредственно на территории как Курской, так, соответственно, Белгородских и Брянских областей. Поэтому следует отметить то, что именно помощь западных наших союзников оказывает ключевое значение в характере успешных боевых действий на территории Курской области. Давайте говорить о том, что прекрасно зарекомендовали себя Брэдли. Есть уже соответственное сообщение российских военкоров о том, что попадание нескольких российских БПЛА фактически не оказало существенного влияния на данную бронетехнику, что свидетельствует о высоком классе ее живучести. Причем в российские военкоры плачут о том, что у российской стороны подобной бронетехники нет. Личный состав несет потери даже вследствие осколков от применения, соответственно, ствольной артиллерии калибром 152 миллиметра. Дмитрий Васильевич, как считаете, вы все-таки военно-политический эксперт, а после 20 января или там 20 января инаугурация Трампа, что может произойти? Какие возможные варианты развития событий? Мы сейчас исключительно спекулируем, сразу готов заявить это, поскольку точного плана команды Трампа, по-моему, нету даже у самой команды Трампа. Нет, мы не спекулируем, я аналитик. Давайте вспомним заявление Трампа о том, что если Российская Федерация не пойдет, соответственно, на требования Соединенных Штатов, то Соединенные Штаты рассмотрят возможность предоставления Украине такого количества оружия, чтобы заставить Российскую Федерацию сеть за стол переговора. Это слова Трампа. Все почему-то цитируют только первую часть данного сказания, которая касается возможного политического давления именно на Украину, но почему-то забывают о том, что в высказываниях Трампа четко звучит и характер возможного и военного, и политического, и экономического давления на Российскую Федерацию. Причем показательно, опять-таки, никто не обратил внимания на тот момент, что Соединенные Штаты резко ударили кулаком в моменте поставок микроэлектроники с Тайваня в КНР. То есть фактически пресекли возможность так называемого прерванного транзиция, либо же так называемого серого импорта запчастей и комплектующих Российскую Федерацию для производства средств поражения. В первую очередь это крылатые баллистические ракеты, это беспилотники. Поэтому Соединенные Штаты уже оказывают давление и экономическое, и военное, о военном я говорил, испытание межконтинентальной баллистической ракеты на Российскую Федерацию. И за три месяца, я более чем уверен, данное давление только будет возрастать. Об этом свидетельствует даже тот факт, вы помните историю, когда Российская Федерация подняла стратегические бомбардировщики и МиГ-31, они вышли соответственно в точку пуска, но, и тут но, но пуска ракет не произошло. А почему? А потому что Российская сторона дала четко понять о недоговоре с проможенными. То есть могут, соответственно, участвовать в переговорном процессе. Вот о чем идет речь. Окей, а о чем свидетельствует тот факт, что Европа сейчас активно готовится брать на себя, что ли, больше ответственности и всячески помогать украинской стороне в случае, если решением новой американской администрации объемы помощи или помощь в целом будет прекращена, ну или объемы уменьшены? А почему готовиться? Давайте опять анализировать те действия Великобритании, нашего ключевого стратегического партнера, которые даже на момент соответственно действующего президента Соединенных Штатов Байдена фактически взяли на себя роль мирового лидера в моменте формирования антипутинской коалиции. Я напомню, уважаемые коллеги и, соответственно, телезрители, именно Великобритания четко сейчас продавливает свою линию в моменте создания, в первую очередь, военно-политической оси, либо военно-политического блока, как угодно это называйте. Это Лондон, Киев, Анкара. Целью данного военно-политического блока является историческое снижение российского присутствия в Черном море. Черноморский бассейн рассматривается в Великобритании как зона своих стратегических, ключевых военных и политических интересов. Кроме этого, давайте вспомним то, что Великобритания именно была первой страной, которая передала Украине бронетехнику. Это, соответственно, танки Challenger. Только после этого Соединенные Штаты передали свои Абрамсы, причем модели А1. Это, ну, металлом, давайте называть это свечи своими именами. Соответственно, Великобритания была пионером в моменте создания дроновой коалиции, морской коалиции, предоставления нам средств поражения с дальностью более 300 километров от акрилатой ракеты Storm Shadow производства Великобритании. Только после этого Америка соизволила нам передать атакам в ограниченном количестве. И, наконец, уважаемые коллеги и российские телезрители, именно Великобритания была первой страной, которая подписала договора о военно-техническом сотрудничестве с Украиной на 10 лет. А это фактически копия тех договоров, которые Соединенные Штаты подписывают с так называемыми стратегическими партнерами Соединенных Штатов, не блока НАТО. Это тот же Сеул, Южная Корея, Тайвань и, соответственно, Израиль. То есть Великобритания дала четко понять Соединенным Штатам. Не хотите предоставлять статус стратегического партнера вне блока НАТО, мы делаем первый шаг. Дмитрий Васильевич, спасибо большое за аналитику. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, присоединялся к нашему эфиру. Благодарю.